Можете поставить за туда людей, как-то не такое не лаваска. Да, это моя правая фраза. Вот, лаваска, потому что он тоже пришел без среди, наверное, для вас. И, соответственно, наша станция была полностью защищена от неполадок. Мы установили туда целых 9 систем. Первая система – это вентилятор для врачной станции. Накрывательный элемент для регулирования температуры. Источник питания, который находится в аппаратном модуле, который не загерметизирован, чтобы туда можно было пойти с космосом. Ардуино – это мозг нашей станции. Он позволяет системе работать слаженно и точно. Датчик температуры. Bluetooth-модуль. Он позволяет нам связываться с консолью на Земле. Датчик состава воздуха. Он позволяет системе выделить много ли углекислого газа находятся в нашей станции. И надо ли включать вентилятор для продувки. Насос для регулирования давления. И информационная панель, которая выходит в состояние датчиков в открытый космос. Пока что там ничего нет, но она скоро появится. Как я считаю, информационная панель – это одна из самых важных систем наших корабля. В данном случае, если человек вышел в открытый космос, и при этом нам корабля не поможет, то можно смотреть на документ и оперативно устранить их. А то, как работают все наши системы, он расскажет активно. Включение распространения системы, которые работают для продавления. В этой системе у нас задействованы два компрессора, которые находятся в аппаратном модуле. Также используется датчик давления, который находится в отуток, в общем, в общем. А сервоприфт, который сбрасывает давление. Вначале, когда только датчик видит слишком низкое давление, у нас включается компрессор. И вот и включается компрессор, когда давление находится в норму. Это примерно 750,000,000,000,000. Если же давление продолжает в норму, то в сервоприфт поорачку, они называют наукурок, и давление уходит в нашу воду. Это, например, часто, нахуйство, когда давление в ручку, если что-то случится, а не так. Что мне я скажу, Восиф, и сейчас я расскажу о эпидемии поддерживания этих дорог. У нас используются нагревательные элементы, например, в минус такой железный. А также датчик температура, это тот же самый, который изморяет давление. Это как бы два варианта. И снизу вентилятор, который регулирует воздух для охлаждения. А включается? В случае отрывка в минус такой температура, у нас включается нагревательные элементы параллельно вентиляторе. Поскольку этот элемент, он очень сильный, и напоминает, что у него просто ездят. Чтобы сразу стало жарко, у нас параллельно включается вентилятор. А сейчас я думаю, что это очень нравится, что он горячий, но там включается только вентилятор. И все эти данные вводятся на экран. Сейчас мы снизу, александр, что это как-то так. Дальше у нас есть модуль, который находится в аптеке, он включен в письма в нашем аптеке Ардуино и отставляет данные на компьютер. Также у нас есть модуль датчик в раке, который вставляет себе в рынку, которая очень чувствительная и в случае даже малейшего в раке начинает перехать. И замыкает контакт. Только в раке начинается у нас подается сигнал, и мы начинаем с помощью контакта. Кроме чаще, если сигналы идут, тем больше нельзя. Так что у нас будет задание-то расстояние, которое у нас понимают от открытой и закрытой лёгки. О программе, которая была написана для этого модуля, расскажите. Потому что самая главная космическая станция, если нет своих книг, это написать на главном экране. Каждой из нашей систем присвоен свой уникальный номер. И именно наш LCD-дисплей имеет свой номер 009. Для этого Александр будет код 009, я буду её ссаду включить. Итак, видите, экран надавляется, и вам укроется давление 751 миллиметр сутного столба и 25 градусов и 40-50. Давай, 40. Следующая самая главная космическая станция, это поддержать давление в жилом отсеке и его спустить. Значит, сейчас она подключается. Эта система имеет ход 0,12, сквозь от привозки уход, услышится снова выжжание. Это работает компрессор. Это работает компрессор, и он накачивает, вылетает давление внутри нашего жилого модуля. Так как наша станция сделана в масштабе, мы не смогли включить наш жилой модуль внутрь нашей станции, и поэтому он накачивает сейчас наружу. Сейчас Александр наберет ещё один ход, называется 0,11, и тогда статус он. Таким образом компрессор выжится. Таким образом сбросится на табельку. Соответственно, воздух в нашем хорошее космосе – это очень ценный элемент. И поэтому с помощью него мы не просто так выбрасываем, а с помощью него мы направляем нашу станцию. В связи с тем, что в космосе у нас очень разряженная атмосфера, даже самая слабая струя воздуха может направить целую струю. Значит, когда космонавты будут постепенно дышать там воздухом, то кислород по чуть-чуть это начнёт уменьшаться. Значит, и чтобы обновить кислород, сосов кислорода, то надо выпрошить лишний воздух и добавить туда ещё много жилой. Сейчас он накачивает, происходит циркуляция воздуха, то есть одновременно воздух уходит и уходит наш жилой. Значит, если нам нужно вытащить воздух и отсюда, то можно здесь... Смотри, сейчас ты можешь обратить внимание на сервомотор, видишь, он подвинулся, из-за этого он нажал на клапан. Можешь показать ещё раз Сашку, чтобы он двигался? Давай, один раз, второй. Видите, что он подвинулся? И давай, теперь включай. Ну, мотор, чтобы сбрасывать давление. Сейчас будет. Всё, сбрасываюсь в давление. Всё. Так, Саня, что-то ещё? Саня, мы не дадим нашим космонавтам не замерзнуть и не согреть. Случай, если у нас наблюдают слишком высокая температура, если мы включаем его в каждый раз. Высокая температура, значит, что температура выше, чем 28 градусов. А низкая температура, значит, что меньше, чем 7. В случае, если у нас слишком низкий, низкий температура, то мы включаем, например, и нагревательный элемент, и воздух, и вентилятор. Почему мы включаем их одновременно? Потому что нагревательный элемент, он очень мощный. Если включить только его, то он тут же нагреется на 50 градусов. И с этим будет слишком жарко. А если слишком, а не слишком редко, жарко, если будет слишком высокая температура, то включаем легкий нагляционер. И он, и он начинает брызгать. Саня, дай микро. Слушай. Вот, сейчас у нас температура в норме. Она находится в заданных нами рамках. Поехали умилетrikами. Что станут регистремы? Как вертик? Мне зависит от того, что это уровень известный элементар. Ты смотришь на это? Третий. Да не поимушал? Да. Спасибо. В предс Angeles проявление , Продолжение следует...